Добрый вечер! Продолжаем наше занятие по книге Ховата Ливавот Рабейну Бахи. У нас идет 123 занятие. Мы находимся с вами посередине седьмых ворот, врата седьмые, называемые «возвращение». На иврите «чува», по-видимому, более знакомы для нас слово, чем на русском языке. Мы уже находимся в четвертом разделе, поэтому успели до этого пройти вступление, где говорится о том, что есть чува и необходимости чувы, откуда она исходит. Мы точно давали определение в разделе первом, что есть чува, исправление человека, ставящий его на путь служения Творцу. После того, как он оставил это служение, согрешил, это определение, которое было. И после этого мы еще разбирали виды возвращения, которые есть. Это было во второй главе. После этого в третьем говорили, что требуется от человека для того, чтобы он мог сделать чуву, мог вернуться. Мы пришли к четвертому разделу. Речь у нас пойдет о конкретном осуществлении. Мы говорим чува, чува, как это реализуется на практике. О чем речь идет конкретно. Напомним снова. Когда мы говорим о чуве, я говорим о возвращении, исправлении. Для человека, который, знаете, пришел, вот сейчас послушать, просто шел. Какая-то искусственная тема. Чего вдруг? Чего, что, что это? Есть понимание о том, что то, что надо кушать, кушать, я знаю, спать, спать, отдыхать, ездить, развлекаться. А вот чува, что тут чува как-то, как-то к моей жизни это не приклеивается. Естественно, что это от того, что нет, может быть, желания вдуматься чуть поглубже во все стороны жизни. Но если человек последовательно стал бы рассуждать, то, по крайней мере, хотя бы, хотя бы с той точки, с которой хорошо разбирается он сам, то наверняка бы на каком-то этапе он бы понял о том, что, вот, как многие люди в мире, кстати говоря, многие-многие еще тысячелетия назад, что есть что-то внутри моей души, что мне мешает. И что-то, что меня пугает. Есть много, что не дает мне даже порой жить. Хотя бы на этом уровне. Что человек хотел бы найти? Какое-то облегчение или, скажем, очищение. Даже уже с этой стороны, не говоря ни о чем, о чем мы говорили во всех видениях и во всех главах до этого, то есть с точки зрения творения мира, с точки зрения существования Творца, даже просто чисто-чисто для человека, надо понять, что человек хочет спасти себя. И порой иногда даже можно в такой форме сказать. Спасти себя. Что может ему помочь? Ну, начинает придумывать. Не имея источника, каждый из больших мыслителей додумался до какого-то своего пути. Особенно мы видим это на Востоке, в Индии, в Китае. Люди думающие искали пути, как облегчить свое душевное состояние. Я уже нашел какой-то свой путь. Оказывается, что на самом деле это все уже заранее, давным-давно проработано, отработано. И представлено это как одна из составляющих центральных служений Всевышнему. Так оно и есть. Как только человек, как тут в самом начале было сказано, он прошел главу смирения, что позволяет ему не быть сосредоточен только на себе, а обрастить внимание на весь мир, или чуть-чуть посмотреть на себя со стороны, что это условия всему прочему. Он начинает понимать о том, что вся его жизнь, она, мягко говоря, не идеальна. То есть он не идеально вел себя во всех ситуациях, не идеально говорил, не думал. Ну, про это вообще мы не думаем. И он начинает сомневаться, может быть, что-то я не то в своей жизни сделал. А, так если я не то, значит, я хочу это исправить. Как мне это можно исправить? Вообще, можно ли исправить? Всякие мысли такие. Крайней мере мысли. Ответ мы тут находим. Оказывается, что человеку не может додуматься до этого. Человек может додуматься, то, что додумались, Будда додумался, Лао-Дзы додумался, там на Востоке, в других местах. Там они додумались. Вот что они могли там додуматься, они додумались. Кстати, додумались до очень многого, до очень высокого. А вот такое понятие, как чува, как исправление, это вещь, которая бы в голову нам не пришла. И это, как мы уже, это наша тема, мы уже обсуждали раньше, но как введение очень важно снова напомнить. Это великий подарок, который нам предоставили. Ведь по-простому, если человек что-то надел, согрешил, слово согрешил, давайте пока оставим в покое, сделал какой-то плохой поступок, чтобы его понимание, его, так сказать, этики поведения, или его совести, нехорошо себя повел, обманул, предательство, не знаю, на простом таком понимании даже. Совесть его нечиста, и он мучается, и как может быть. Сколько раз получал письма от женщин, и даже от мужчин, события, которые произошли, как все, не прощу себе никогда в жизни. Никогда в жизни не прощу себя. Действительно, мы выросли в атмосфере, так сказать, литературных произведений, где подобное никогда не прощу, культивировалось, поэтому это было, а другого мы не знаем. Но оказывается, что тот, кто сотворил мир и нас, приготовил для нам совершенно другую возможность. Исправление. Исправление полностью, не просто очищение души, но оказывается исправление своего прошлого, которое, казалось бы, уже наделано, уже сделано. Как? Можно его исправить? Оказывается, можно. Поэтому мы и называем это подарок. Почему? Потому что это нам по природе вещей не полагается. Это неестественное явление. И тем не менее, по милости Всевышнего, как мы объясняли это раньше, не будем сказать, снова напоминать все эти причины, дало нам возможность сделать эту чеву. Теперь, как мы будем делать эту чеву? Как она конкретно осуществляется? Тема эта для нас, для обсуждения гораздо проще, по той причине, что каждый год мы к ней, надеюсь, возвращаемся, все знают эту тему и знают, как делать эту чеву. Казалось бы, ничего нового тут не будет. Еще плюс надо важно напомнить, что, когда мы изучаем, мы уже изучаем, как бы, Галаху, мы изучаем закон уже сам, так сказать, после всего, что тут все обсуждали, мудрецы, да, и нам выдается закон. А сейчас мы разбираем мнение Рабейну Бахи, да. Вот он установил такой детали в чеве, да. А в других местах есть чуть по-другому, но не принципиально. Все соглашаются с тем, что говорит Рабейну Бахи. Порядок чуть другой, акцент другой. Но когда мы дойдем до деталей, то мы увидим, что будут источники, которые говорят о гораздо большей деталей, которые меньше деталей. Принципиально это ничего не меняет, и, может быть, больше проясняет, менее проясняет, но для нас важно, что путь, который указал Рабейну Бахи, это путь общепринятый, да, его надо знать, изучать. Это то, что мы сейчас делаем. Говорит он так, всего имеются четыре основные составляющие возвращения. Мы говорим чува, что это такое чува? Это, первое, раскаяние в прежде совершенных грехах. Второе, оставление, то есть отход от них. Третье, признание, признание в них и просьба о прощении. Четвертое, принятие на себя обязательства в сердце и в душе не совершать их боли. Вот четыре составляющие, по которым надо пройтись. То есть мы когда говорим, что давайте исправимся, справиться звучит хорошо. Давайте сделаем чуву, возвращение. И конкретно, что это означает? Вот что оно означает. Означает, что если мы говорим о исправлении, то значит мы что-то не то сделали. Если мы что-то не то сделали, значит это нужно как-то исправлять. С чего начнем исправление? Порядок, который указывает нам, интересно, Рабейн Бахи устанавливает порядок не как все. Есть которые говорят, секундочку, ты хочешь что-то исправить, сначала оставь это, пристань это делать. Ну, а потом сожалей об этом, раскаивайся. А потом принимаем на себя обязательства, значит это сделай, сделай видуй, исповедуй, исповедуй, исповедование, и после этого только принимаем на себя обязательства, больше этого не делай. Порядок тут другой. Снова он подготавливает нас чисто психологически, очень по верным пути. А ну давайте по порядку. И так у нас есть давать раскаяние. После этого у нас есть оставление. То есть что это значит оставление? Это оставление греха, то есть когда человек прекращает это делать. Третье, это осознание, то есть прощение, выраженное в словесной форме. Это согласно мнению Рамбама. И четвертое, как мы говорили, это принятие на себя обязательства больше ничего не делать. Снова-снова это повторить, чтобы это в голове у нас держалось. Это схема, схема, по которой мы сейчас будем разбирать. Давайте пройдемся по каждому из них, а потом соберем все это вместе. А на следующем занятии мы подробно остановимся на каждом из них, как нас разбирает Арбейн Баффет. Он начинает с раскаяния, при этом предполагая, что есть чему раскаиваться. Многие указывают, что есть пять составляющих. Просто, чтобы простому человеку было понятно. Тут он говорит для людей более как бы продвинутых. Менее продвинутых надо это в явной форме сказать. Слезь раска, не знаю себе, что раскаивается. Это называется осознание греха. У нас есть проблема, понимаете? Проблема, она всеобщая человеческая. Каким образом вообще заметить что-то у себя, а не у других? Вы заметили, где находится у нас проблема? Человек приходит домой. Чем он занят? Зоркий взгляд. Право-влево. Что тут домашнее, в первую очередь, жена неправильно сделала? Чего не то? То же самое порой бывает, что жена точно таким же взглядом встречает мужа. Как он зашел? Как зашел? Подошел? Не подошел? Сказал? Не сказал? Я же тебе сколько раз говорил. И пошло-поехало. То есть мы все время смотрим по сторонам, что не то. Находясь в таком состоянии, крайне сложно, крайне сложно переключиться на том, чтобы обратить внимание на самого себя. А что у меня нету? Это первый шаг. Когда начали с вами эти врата седьмые, кто помнит, что это очень-очень важно, это такое, знаете, как бы, ну, сказал так сказал, вот начал с этих слов. А на это, это условие всему. Видите, оно напомнит, как он начал вообще врата седьмые возвращения. С каких слов? Сказал автор. После того, как темой предыдущей части нашей книги было смирение, которое является основой возвращения и началом его, папа, слушайте. Так вот, у нас оказывается, если преувалирует качество высокомерия и гордости противоположного смирения, то человек, он чувствует себя хозяином в этом мире. Он господин, он смотрит все по сторонам, он владеет, он управляет, ему все мешает, ему все не то. Он постоянно хочет делать замечания, хочет исправить всех под себя, естественно, кто правильно, я, я эталон. И все вокруг себя. Все верится вокруг. Такой человек, он, к сожалению, из нашей темы ничего подчеркнуть для себя хорошего не может, потому что никогда не дойдет даже до первого этапа чувы осознания греха. Почему? Он чувствует себя человеком совершенным. Если скажете, так вы совершенны, конечно, совершенны, ну это хорошо в ответе, а так внутри на любую претензию со стороны у него, что ответит, это не так, это кто-то другой, вы меня не поняли, это вот, у него все нормально, у него проблем нет. Исправлять что-то есть? Нет, ничего, ничего, вот, видите, вот муж, видите, вот она справа, жена, вот у него, у него есть проблемы. Все дети, это все дети. Как их там задавить, придавить, чтобы они вообще не мешали? У него все нормально. Значит, понятно, ясно, что вся наша тема, человеку такому, она не относится. С какого момента мы можем говорить о человеке, как только появляется хотя бы минимальное смирение в сердце человека, которое позволяет увидеть себя, увидеть себя со стороны, хоть чуть-чуть, посмотреть на свое поведение, как я веду себя. Я, может быть, деспот на самом деле в семье, может быть, я, так сказать, самым хорошим намерением я вижу себя, как, значит, как большого педагога, не знаю, сказать, а все вокруг меня плачут, страдают. Я пытаюсь всех контролировать и не знаю. Надо увидеть себя со стороны, посмотреть. И вдруг человек увидит, что, может быть, я тут не то сказал, не то... Мы готовы иногда допустить, но как раз самое малое из всего большого есть, большое точно закрываем глаза человека, всегда живет в самообмане, пытаясь. Но снова и снова предположим, о том, что что-то снизошло с ним, что-то открылось, он чуть-чуть опустил свое высокомерие, чуть-чуть свой нос, чуть-чуть опустил. И что тогда? Вот с этого момента только все и начинается. С этого момента может прийти осознание, что я, может быть, что-то не то сделал, не то сказал, не то подумал. И тогда что? Тогда должно прийти раскаяние. С этого начинает у нас Рабейн Убахи, наш комментарий свой, говорит так, раскаяние знак того, что дурные дела человека отвратительны ему. Оно отвратительное. Как сказано, тот, кто познал, мерзость сделал своих, отвратится от них и раскается, оставит себя волословимым. Но о том, кто остался верным греху, сказано, нет мужа сожалеющего о нечестии своем. И мы видим в отношениях между людьми, что когда человек, провинившийся перед ближним, показывает ему, что он сожалеет о своем поступке, это очень помогает ему получить прощение. Смотрите, как нас, так сказать, он очень последовательно все это разбирает. Теория вначале, а потом как бы образные сравнения, которые позволяют укрепить понимание этой теории. Что такое раскаяние? Что такое раскаяние? Раскаяние это осознание, что он сотворил плохой поступок. И акцент он делает на слове плохой поступок, называя его отвратительным, а в другом омерзительным. Ведь когда мы делаем даже плохой поступок, все это, ничего страшного. Ну, не сказал браху. Возьмем, для многих, ну, не сказал браху. Сказал браху. Ничего страшного. Или там, не выполнил какую-то митцву, не пошел молиться, не пошел, съел что-то не то. Спокойно-то. Как он может сделать чуву? Чува не начинается. Оно снова, снова, только-только-только-только, секунду еще. Что значит чува? Чува, когда я говорю слово чува, да, то есть, вот это возвращение, я имею в виду, что в конечном итоге мне проститься, иначе какой-то же чува. Чува – это вернись в то место, где ты был. Если я не возвращаюсь в то место, кто был, зачем ее делать? Какая моя цель чувы? Цель чувы для того, чтобы мне было прощено, мое деяние плохое. Для того, чтобы оно было прощено, для того, чтобы моя душа была очищена. Что мне нужно? Мне надо пройти четыре этих этапа. Первый этап – это раскаяние. Что такое раскаяние? Это сознание того, что проступок мой был омерзительный, дурной. Если мы чуть-чуть спустим планку, это нас не заденет. Видите? По Робейну Бахе. Не увидим свой поступок, как отвратительный. А чува не начинается, это не раскаяние. Нет раскаяния, все остальное смысла не имеет. Аббат, но другого зависит. Значит, чего нам не хватает? Осознание того, что проступки нас, они очень плохие. То есть, это глубину своего преступления мы не осознаем. Насколько это разрушает мир, насколько разрушает нас, насколько разрушает все вокруг себя. Мы поговорим и на следующем занятии более подробно. Это целая тема колоссальная. Просто у нас нет страха перед Богом. Нет страха за самих себя. Нет страха за свою душу. Что она творит? Ведь, по большому счету, многие вещи, которые мы делаем в этом мире, без головы. Большинство вещей. Что-то поел когда-то, прыгал в какую-то воду, что-то сделал. И вдруг выясняется, через какое-то время, что то, что я съел, это была вообще какая-то отрава. Или там казалось, что я такой чувствительный, а я этого не знал, и это меня привело к припадку какому-то. Я прыгнул в бассейн, а потом оказалось, что там была отравленная вода. А я так прекрасно, хорошо там плавал и все прочее. Теперь, что начинаем кусать локси, что я наделал. Должен быть страх. Верно, я сейчас не скажу браку. Верно, я там не сделаю. Верно, я там съем что-то. Маленькое удовольствие для своего тела. Вааа, какой колоссальный вред для моей души, я же ее разрушаю. Видимо, вот этого, осознания этого, 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 этого не хватает для того, чтобы начать, сделать этот первый шаг по названиям раскаяния. Осознать грех, осознать его, что это плохо, что это нехорошо. Видите, это мерзость. Что поможет? Он говорит, смотрите, верно, в вещах великих, духовных это не так просто разобраться. Но то, что касает отношений между людьми, мы с вами хорошо разбираемся. Давайте посмотрим. Мы можем выучить из этого на то. Говорит он, и мы видим в отношении между людьми, что когда человек, провинившийся перед ближним, показывает ему, что он сожалеет о своем поступке, это в общем помогает ему получить прощение. И то, с этой ситуацией уже нас каждый знает. Когда мы видим, что наш ребенок натворил что-то, и он сожалеет о суде. Ну, в принципе, после того, как там, я знаю, родителю хочет там его накричать, воспитать, не знает, что сделать, он видит, что ребенок принял порицание родителей. нормальный родитель, он тут же же готов уже теперь простить ребенка за все его поступки. Он же ребенок, что понимает. Главное, что, чтобы он сожалел о своем поступке. Точно так же между мужем и женой, что это вообще прототип наиболее типичный, более близкий к отношению между Богом и человеком, между мужем и женой. Точно так же, когда мы что-то натворили, то жена ждет от него, ну, что она ждет от него? Сейчас мы в конце сделаем, подведем итог и увидим, что тут просто прообраз вот точно мечтаний женских о том, что она ждет от своего мужа, когда она хочет от него какого-то вот исправления в его поведении. Вот прям один-один-один, да, и начнем по порядку. Что она ждет? Ну, в первую очередь признай осознание греха, признай, что я права, а ты был неправ. Это первое, с чего это все начинается. И вдруг она видит невероятную вещь, практически, что муж сознает о том, что действительно ты права, Раечка, ты права. Представляете? Для него это уже половина, все уже, ааа, он принял, что это же ты права. Теперь, более того, что он видит? Он говорит о том, что, я извиняюсь, я провинился, я не прав. Более того, я сожалею о том, что я сделал. Мы сейчас увидим, что тут еще есть много дополнений, еще три составляющие, которые жена ждет от него. Но уже на этом этапе гораздо ей более свойственно принять его извинение. Чем просто, так сказать, он скажет, извиняюсь и пошел дальше. Такое поведение явно не будет ей воспринято, она будет говорить, это неестественно, это искусственно, это не... Это есть раскаяние. Сейчас мы дальше увидим, что раскаяние состоит еще из многих других составляющих, просто не хочется забегать заранее. Оно будет и включать и то, что многие слышали и знают, и понимают. Слово это как стыд. Это по большому счету. То есть, когда мы подведем итог всему в конце, да, мы придем к тому, о том, что раскаяние, если не почувствовал стыд за свой поступок, значит, он тебе не был отвратительный. А стыд это из тех чувств, которые уже из мира практически ушли. Когда вывели в последний раз, кто-то из нас краснел от стыда. Редко бывает. Есть о чем тут подумать. Итак, первое, что есть, первое, первое там, снова давайте его определим. Говорит Арбейну Бахе, первый этап чувы, исправление, человек хочет что-то исправить в себе, очистить себя. Это раскаяние. Раскаяние это знак того, что дурные дела человека отвратительны ему. То есть, он, если на осознание греха, он осознал плохой поступок, и он понимает, что этот поступок, он отвратительный. он не принижает его уровень, его значение, не признает, не признает, не признает значение. Второе. Оставление греха. Тут это уже всем нам знакомо. Смотрите, сожалеть, осадей нам. Многие из нас довольно-таки обладая какой-то совестью, совесть ли het когда-то, все-таки, да. Ой, сожалеть, что я наделал, да, да, да. Плохо, ой, очень плохо, да. Сказали они, и тоже снова съели то же самое, что сделали перед этим. То есть, прямо, чуть ли не в прямом эфире снова нарушают за то, что они и так сожалеют. Это, как у нас сказано, путь грешника. Путь грешника, что делает грешник? Грешник, он грешит, сожалеет о своем и снова грешит. Сожалеет и снова грешит. А оставить грех – это самое сложное испытание. Тему много раз говорили, распонимали. Каждый знает и знает наши привычки, привычки еды, поведения, разговоров. Очень-очень сложно изменить. Привязанность, назовем это даже зависимость. Человек зависим от чего-то. Интернетная зависимость сейчас. Попробуйте, или как на алкоголе. Попробуйте сказать ему, смотри, дорогой, ты же сожалеешь за содеянным. Ну так оставь это. Нам легко сказать. А он практически неуправляемый. Не может это сделать. Простится ли такому человеку грех? Вот, согласно мнению мудрецов, ответ нет. Не прощается. Даже если он оставил этот грех. И тут надо, конечно, в скобках вставить, что эта тема, она более глубокая. Почему? Потому что есть тут мнение, которое нужно прояснить. Вы можете услышать мнения от Чуве гораздо более легкие. Но так как мы изучаем конкретную книгу, то мы придерживаемся ей. Давайте только теперь посмотрим, что он говорит. Что такое оставление греха? Это знак твердой веры. В неотвратимость воздаяния и наказания. Как сказано, оставить нести ведь путь свой. И человек коварный замуж из Слои. Из книги Шаяу. О том же, кто остался верным грехам своим, сказано. За грех грабежа его я гневался и поражал его. Скрывал от него и множил гнев. Да, это там же из книги Шаяу. То есть, оставить грех, если человеку удается это, говорит нам Руэйну Бахе, это знак твердой веры в неотвратимость воздаяния и наказания. То есть, он это связывает с тем, что если человек понимает мерзость своего греха, плохо, совсем нехорошо, да. Более того, как мы проясним в следующий раз, он понимает о том, что я же получу по голове из-за этого. Мне же, конечно, было бы плохо. Не только моей души, даже тело пострадает. И вдруг он забыл. И снова согрешил. То вот этот грех, который он согрешил, грех, который он согрешил, он показывает этим своим поведением о том, что нет воздаяния и наказания. Забыл. А если он оставляет грех, это знак твердой веры в неотвратимость воздаяния и наказания. О том, что знает о том, что неважно через год, через два, через десять, через пять лет, я это не сделаю. Это ко мне вообще не относится. То есть, это полное решение, оставить этот грех, к нему никогда не возвращаться. Подробности, что связаны с оставлением греха, они, так сказать, снова и снова возвращаемся к этому, они такие широкие, и мы пока их тут разбирать не будем. Но просто надо знать о том, что если человек, он согрешил, сожалел об этом, но при этом у него нет полного решения оставить этот грех, то есть, он говорит, что если, смотрите, я буду стараться, я буду стараться. А, ты будешь стараться? То есть, как тебе подойдет ситуация, то ты, по-видимому, снова вернешься к этому греху. Это не считается чувой. Это не считается чувой. Подобно этому мы видим в отношении между людьми. Когда кто-то прекращает делать ближнему зло, после того, как выразил раскаяние, он делает достойным прощения и того, чтобы грех был забыт. А, смотрите, как Равенубахи поднимает нам еще одну планку. Планку, когда мы готовы в отношениях между людьми простить другому. Оказывается, для того, чтобы простить другому человеку, полностью простить, вообще простить. Оказывается, тут есть вот уровни, уровни, уровни. Первый уровень, как мы видели. А, молодец, что ты сделал? Ты признал свою вину? Ты признал ее? И ты понимаешь, что ты провинился? И ты сожалеешь в этом поступке, молодец, хорошо. Это уже прекрасно. Но я сейчас, я знаю, с кем имею дело. Это сегодня. А что будет завтра? Завтра же все снова произойдет. И снова он будет сожалеть. И снова... Я уже... По этой причине, это как многие из нас, мы видим, что мы теряем надежду. О, это уже никогда не произойдет. О, это уже потерянный случай. А, уже мы много раз говорили. Мы уже ходили к такому советнику, и к такому психотераписту, и к такому... Почему возвращается снова и снова? И вдруг мы видим о том, что поведение, оно изменилось. Это не вернулось. Ну, это поднимает у нас планку доверия, планку желания простить. Гораздо больше. Это то, что тут написано. Это просто, чтобы приблизить понятие духовное, высокое, к нашему простому пониманию человеческому. Так же, как отношение между людьми. Мы более склонны прощать, если мы видим, что этот человек действительно оставил это плохое поведение. Точно так же и Бог. Как только Он видит, что у нас в душе все это действительно полностью, мы отречены от этого, Он нам прощает. И тут и снова много деталей. Например, одна очень интересная. Вот представим себе, что человек что-то нарушил. Прошло 20 лет. Он 20 лет не грешил. Прошло 20 лет. Снова нарушил. Что это значит? Что мы скажем о том поступке, который был 20 лет назад? Ретерактивно выяснилось, что это не было чего. Если он снова вернулся. К тому же, значит, это не было чего. Понимаете? Это второе. Значит, что первое? Первое надо, как мы сказали, это раскаяние. Второе, это оставляй свое поведение, меняйся в конкретном поведении своем, оставляй грех. Третье. Третье называется Итвадут. Теперь тут надо знать, что, можно уже на этом этапе сказать, что тут есть два мнения мудрецов по этому поводу. Мы идем за Рамбабом в этом. Даже тут, так как он не проясняет, что имеется в виду точно, то мы идем больше за ним. Вопрос он такой. Когда человек просит о прощении, как он должен сделать? Внутри себя? Молча? Или словами? Как жена хочет? Словами. По-видимому, по-видимому, вот именно вот этот подход повлиял на Рамбаба и все, кто за ним идет, потому что недостаточно в сердце. А жена хочет, чтобы извинился словами, чтобы она услышала это. Чтобы она услышала это. Так вот, как тут сказано, давайте посмотрим. Когда виновный просит о прощении, это становится знаком смирения и осознания своей приниженности перед Богом, а признание в грехе причиной простить его. Как сказано, признающий свой грех, оставляющий его, помилован будет, так сказано в книге Мишлей. Тогда, как он, тогда, как об обратном тому сказано, вот я сажусь с тобой, то есть, с общины Израиля, ибо сказал ты, я не грешила. Я не грешила. Это не я. Сказать еще, первородный грех, это не я, это не я, это она. Перевести на кого-то проступок, видимо, это лежит в этом основе. Теперь снова он обращается к образному сравнению, говорит, подобно этому мы видим отношения между людьми, когда тот, кто провинился перед ближним, смиряется перед ним, сознает о своей вине и причинности зла, просит прощения, а тот видит, что обидчик раскаивается в садении, он немедлит с прощением, и с тем, чтобы забыть вину товарища и удаляет его из сердца своего память о причиненном ему зле. Да, то есть снова давайте меня в теории. Что требуется? Оказывается, что вот, 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 сожалеть о проступке и оставить грех недостаточно. Это недостаточно. Тора, это карта мира, план его, включая душу человека. Очень тяжело снаружи, как-то делают люди разумные, их называют психологами, не пытаются понять, что это в черной коробке, это что там внутри находится. Да, каждый со своим взглядом пытается понять, разобраться, но как там изнутри все сконструировано, закрыто для человека, не может знать. Это единственное, что раскрыто тут. Так вот, когда мы говорим о очищении души, если мы хотим добиться результатов, то это не согласно человеческому пониманию. Мы бы по человеческому пониманию, мы бы остановились, сожалеешь, да, исправился, да, все, хватит. А что еще больше надо? Чего больше надо, чтобы простить человеку? Ты понял свой поступок, ты понял, что это ты, да, сожалеешь, ой, конечно, ты больше не будешь, ты оставил свой грех, да, 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 я больше не буду. Кстати говоря, четвертый, тоже его можно в человеческой голове понять, потому что мы всегда требуем своих детей, но ты больше не будешь, сейчас дойдем до этого, да, это тоже может быть. Но зато вот это третий под названием, попроси прощения, да, он не так нам ясно очевиден, да, оказывается, что для того, чтобы свой грех, это не родители, которые хотят унизить ребенка и просить у него попроси прощения, не об этом вообще речь идет, кстати, это не хорошо, это отдельная тема, не будем к ее касаться, а если делать, надо знать, как делать, только с точки зрения педагогики. А тут придется, что-то еще другое, человек сам собой. Нам всегда легко требовать от других прощения, проси прощения. А как самому научиться просить прощения? О, оказывается, что это находится в такой глубинной точке внутри сердца, до такой степени, что когда Тора обязывает нам сделать чуву, сделать это возвращение, она говорит об испобедовании, которое как будто включает в себе все остальное. И Рамбам так и с этого и начинает, и начинает объяснять это, это митцва и старые, это надо исповедоваться. А, исповедоваться, это значит, ты осознаешь, а это значит, оставляешь грех, и в конечном итоге, что ты делаешь, ты говоришь это словами, но только ты говоришь это не кому-то для произвести впечатление. А исповедование это перед Богом только. Поэтому есть часть, которые считают мудрецов, что это достаточно, как бы, если мы это скажем внутри себя, не надо словами, но кто идет за Рамбомом, считает о том, что это нужно словами. Это не перед женой. Женой тоже словами нужно. Это нужно перед Богом. Словами. Поэтому установлено у нас в тексте. Если мы называемся ведуй, ведуй. По-русски, как мы говорим. Исповедование. Прямо так и вот-вот. Исповедование. Исповедь, которая у нас есть напечатана, так как, чтобы мы не придумывали в момент вот это, в момент молитвы в емкий пур, иди, знаешь, ли мы вспомним, не вспомним. За нас позаботились мудрецы, описали практически все прототипы, прегрешения, которые могут быть. И странное дело, мы в голову, да, порой даже не приходит, что это к нам относится. Вдруг начинаем проходить по списку. Начинаем понимать, вау, и тут я не то, и это не то. Вообще никогда целый год не думал. И это я тут согрешил, и это. Целый список вдруг выясняется, что мы чуть ли не по всему списку, порой даже включая, убил там, 10 заповедей. Выясняется, что мы не везде чисты. И есть, что исправлять, и есть, на что просить прощения. Так вот, очень-очень важная составляющая, о которой тоже будем говорить, это исповедь, это исповедание, исповедь, с которой мы говорим, словами. Действительно, есть большая сила слов, как известно. Не в том смысле влияния на других людей, а, оказывается, влияние на самого себя. До такой степени. ну, во-первых, это другое место в мозгу. Начнете с этого. Это уже, это уже что-то добавляет к общей картине. Что он нам говорит? Это становится знаком смирения. для того, чтобы, ни в всяком сомнении, осознать себя, раскаяться, признать свой поступок, нужна какая-то доля смирения. Но тут приходится чуть ли не унизить себя. А нам это тяжело даже перед Богом сделать. Не то же, ни другим человеком. Смотрите, как нам тяжело сказать другому человеку слиха. Да, я извиняюсь. Как тяжело. Удается, да. Но тяжело, тяжело. А тут даже перед Богом тебя никто не видит, да. Открыто сказать ему, чистосердечно. Сказать, сказать словами. Для этого требуются другие душевные силы. Вот те самые, которые, так сказать, дополнения к тому, что мы сказали, очень крайне важные, очень-очень важные душевные силы. Так вот, что нам надо знать? Просим о прощении. Третья составляющая чувы это исповедь, просьба о прощении. И это становится знаком смирения, сознания своей приниженности перед Богом. А признание в грехе, причиной простить его, ты опустил свой... Ведь чего от нас хочет всего этого? Чего? Он хочет, чтобы мы сами, сами унялись в свое эго. То есть, он нам дает это эго. Он нам дает нам такое я, которое постепенно у нас оно распухает. Он говорит, послушайте, в этой единственной точке находится свобода выбора. Я тут не вмешиваюсь. Что я от вас хочу? Я хочу за твое единственное, что вы сами себя уняли. Ну, прекратите этот хамец, который распухает, распухает все больше. Уймите его, ставьте его в свою естественную форму. Сделайте только это вы сами. Поэтому мне даже не важно, что вы натворили. Ведь если вы кого-то убили, у вас бы не получилось убить без моей воли. Ведь тот, который убитый, его другой бы убил. Его судьба, она предвращена. Единственное, что для тебя это было испытание. Я тебе одного единственного хочу. Его судьба тут не играет роль. Я хочу тебе, я хочу твою душу, чтобы ты себя исправил. Это то, что я хочу. Поэтому, когда человек приходит к тому, что он опускает нос, он смиряется, осознает свою приниженность перед Богом. А, это то, что нужно. А, ты мой тогда. Ты мой. Тогда, если ты мой, тогда я могу тебя простить. Для этого нужно исповедь. И снова возвращаясь, он снова обращается к образному примеру и говорит, подобно этому мы видим отношения между людьми, когда тот, кто провинился перед ближним, смиряется перед ним, осознает в своей вине и причинение зла, просит прощения. А тот видит, что обидчик раскаивается в содеянии, он немедленно с прощением и с тем, чтобы забыть вину товарища и удаляет из сердца своего памяти причинное ему зли. Часто бывает даже без мужа и жены просто два друга поссорились, один другого обидел или что-то там оскорбил, еще что-то произошло, и вдруг один другому подходит и просит прощения ему. И он видит, что он действительно просит прощения. Тяжело просить прощения? Как тяжело? Как тяжело просить прощения? Готов все сделать, так сказать, отдать, передать, написать письмо, а вот подойти и сказать прямо о том, что я прошу прощения, я ошибался. Я надел, я тебе вот такое, вот то-то-то произошло, видишь, согрешил. Естественно, что когда подобное видит человек, да, подобного он понимает о том, что это действительно он по-настоящему, он сожалеет об этом, по-настоящему сознает свою вину и просит прощения еще, то есть он принизил себя, а, ты принизил себя, чем больше человек принижает себя, а, если ты принижаешь передо мной, то я тебя прощаю, в принципе, это всего, что хочется. Только в междочеловеческих отношениях это срабатывает, значит, высокомерие этого, тот, кто должен простить, а, ну, вот, наконец-то, принял мою правильную позицию, вот, видишь, так сказать, я же тебе говорил, я же тебе вот, а, принял, тогда я тебя прощаю, это уже другой, с ним отдельный счет, а мы говорим о том, кто сделал это, сам проступок, а, если у тебя это не получилось, если ты сделал это, проступок, просит прощения, ты чувствуешь свою вину, молодец, прощаю тебя. Точно так же и на суде, кстати говоря, тут он, так сказать, тоже еще обратился к этому, для того, что, человеческий суд, почему мы обращаемся к человеческому суду, потому что мы знаем о том, что мир устроен по соответствию мира этого и мира высшего, да, Мархута Даракия, так сказано, о том, что царство земное подобно царству небесному, что имеется в виду, что есть подобие между ними, есть некое подобие. Не во всем, но во многом, что есть, например, в мере правосудия, поэтому зачастую мы употребляем эти образные сравнения, обращаемся к земному суду, почему, потому что точно так же, как в земном суде есть судьи, и есть прокурор, и есть адвокат, то есть, есть кто обвиняет, есть кто защищает. Подобно этому и есть в мире неместном, точно так же, там есть судья, сам Бог, и есть категория, есть тот, кто обвиняет, и есть тот, кто защищает, так сказать, с двух сторон. Так и тут, кто-то провинился, и теперь, после того, как он уже, есть два этапа всегда в судопроизводстве, да, в начале суд устанавливает, виновен или не виновен, это первое. второе, после того, как он уже понятно, что виновен или не виновен, да, там, виновен, совершенно другое, теперь идет обсуждение, теперь, а что ему за это полагается, какая вина, интересная дополнительная вещь. Теперь, когда доходим до второй стадии, то там оказывается, что у судьи есть довольно-таки возможность такая, знаете, дать ему там то ли на пять лет больше, на пять лет меньше, то ли строгого режима, то ли легкого режима, зависимо от чего, зависимо от того, насколько он, смотрите, насколько он признал свой грех, ведь он мог на месте сказать, ты обвиняешься, да, он говорит, вы меня напрасно обвинили, это был не я, не признаешь свой грех, а, ты не признаешь свой грех, и получаешь вдвойне. Уже доказали. Конечно, конечно. Теперь, А когда он видит, что раскаивается, потом он видит это сказать, нет, 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 все, я уже все завязал, завязал. И плюс он говорит, судья, я прошу прощения перед тобой, перед всеми, перед тому, кто нанес вред туда, ну, такому человеку, ну, сколько там, по закону полагается, там, от двух до семи, ну, получишь двойняшку, да, получишь два года вместо семьи, мог бы себе получить по всей катушке, а, по-другому мире от тебя. Так и тут, когда видит человека, как бы Бог видит человека, который он себя принижает, он осознает, он становится более смиренным, ему более прощается. Это третий. И четвертый этап, который, так сказать, мы, этап Чувы, который нам знаком тоже, который часто с детьми мы очень желаем от них и заставляем, хотим услышать у них такую фразу, это принятие на себя обязательства не повторять грех. То есть, когда мы говорим, что человек понял свой грех, после этого он осознал его и раскаялся, он может вернуться, но после этого он должен оставить грех, но оставить этот грех, это сейчас. Что произойдет через год, через 20 лет, через 30 лет, я же не знаю. Поэтому тут, что сказано, принять себя обязательством не повторять грех. Поэтому для того, чтобы себя, как бы, забетонировать свое желание, для того, чтобы поддержать себя таким образом, чтобы, знаете, это ничего не могло изменить, поменять мое решение. Я должен принять в себя обязательство не повторять этот грех. Повторять этот грех. Это, снова будем об этом подробно говорить. Но это наша жизнь, это касается каждого из нас. Сколько раз мы пытались что-то поменять в себе, и чего нам не хватало? Не хватало всех этих четырех составляющих. Все как один, они важны. Пропустим одно из них, не добьемся результата. Многие хотели поменять свою жизнь. Я сейчас говорю даже просто без, как бы, вот, понятия религиозного смысла этого. Просто что-то хотели поменять. Вы ничего не получаете. Почему не получаете? Мы не сделали, как тут написано. Нам не надо для него ходить. Есть столько патентов в психологии, как человек поменяет себя. Си бетиш, ми бетиш, что только нету поменять. Так, заперепрограммировать твои мысли было. Иногда помогает, она не помогает. Действительно, есть техники всякие разные, которые есть. Самая древняя техника, которая есть, называется чува. Пожалуйста, все уже готово. Кто сделает чего? У него, да, скайфа придет. Есть шансы на исправление, на то, что он поменяет. Действительно, изменяйте, изменяйте себе. Что нужно для того, чтобы полностью укрепить все, что мы сделали? То есть, это собирают все вместе. Никогда это больше не будут. Я сделаю все, чтобы не вернуться к этому. Придумаю хитрости разные, чтобы не вернуться к этому. Рассказывают про Новый Гдолей Исраэль. Это было еще в начале 20 века. В начале 20 века. Больше, чем 100 лет назад. В те времена все курили. Я надеюсь, тут еще сидят люди, которые помнят, когда курение не считалось вредным. Не знали об этом, по крайней мере. Даже есть, которые думали, что это полезно. И это была очень распространенная вещь. Естественно, курили, все курили. И вот этот известный раф, он в один прекрасный момент, который курил, как все, он прекратил курить. Дальше последовали интересные события. Он вдруг начал, по мнению окружающих, стал хвастаться. Представляете? Такой великий раф, такой большой, значит, этические нормы. И он начал, значит, всех, кого он встречал, всех, он говорит, а вы знаете, что я бросил курить? А вы знаете, что я бросил курить? Естественно, что кто подальше, так сказать, судит, как известно, как судит. А кто поближе, ученики, и для них было странное поведение своего учителя. И один из них осмелся спросить, Реби, что это такое, что вы так все время всем рассказываете? Вы что, не понимаете? Вы знаете, какая сила кроется за тем, чтобы снова вернуться к привычке курить? Я же знаю, что всего пройдет один месяц, придет мой Ецарара, он меня задушит, я снова начну курить. Если я всем расскажу, у меня нет места, где спрятаться. Понимаете? Мне стыдно будет. Стыд, который я сейчас порождаю тем, что я тут всем рассказываю, поможет мне сохранить меня, для того, чтобы я не вернулся к этому. Он это, он это обдумал, это как создать такую ситуацию, которая заставит меня не вернуться к этому греху. То есть, что мы видим? Тут принятие на себя обязательно не повторять грех. Кабалот латин. Это очень важно. Ты больше не будешь? Спрашивает папа своего сына. В принципе, он хочет убежать, посмотреть футбол. Ему главное, что скажи, пробурли несколько слов. Я больше не буду, я больше не буду. Тот отведи. Это не педагогический акт, это самообман. Не об этом тут речь идет. Многие могут подумать о том, что, а, мне это знакомо, с меня родители все время требовали, чтобы... Скажи, ты больше не будешь. Пустые слова. Ведь после этого сразу уже можно снова делать и снова обещать, я больше не буду, по-видимому, то, что хотели. Тут совершенно другое. Тут это когда, после того, как человек прошел осознание греха, раскаялся в греху, больше его этого не делает, исповедовался. И после этого принял он себя, этого больше не делать. Более того, придумал всякие разные ходы, всякие разные такие уловки, которые позволяют ему не повторять грех, а вот тогда приходит полное исправление. И подобное этому мы видим среди людей, когда тот, кто провинился перед ближним, обязуется не причинять им более зла. То есть, не просто так один другому, так сказать, обидел, оскорбил, подошел к нему и сказал, ты знаешь, это я тебя обидел, я осознаю грех, ты знаешь, я сожалею об этом, ты знаешь, я это больше делать не буду, ты знаешь, что, так сказать, я в это тебе прощу прощение. Или, знаешь, я беру на себя в жизни больше никому в жизни такому не причинять такой вред. Это, по-видимому, еще больше окажет влияние на человека, оскорбленного, да, принять, простить ему от всей души. Ведь это более всего показывает, что он рассказывает, оставляет дурные дела, признает, что это дело зло, то все это будет достаточно причиной для того, чтобы простить его и пострадавший, и простить его вину, и тем не менее будет ему наказание. Четыре составляющие, мы с вами прошли. И когда человек выполнил все четыре основные действия, составляющие, то есть составляющие возвращения, с условиями, которые мы намереваемся объяснить далее, то есть это мы сейчас рассказали только общую схему. Простит ему творец его грех и забудет его преступление. Вау. И даже если оно принадлежит к числу таких, о которых сказано, не очистит грешникова Господь, как, например, ложная клятва или грех с женой ближнего, творец облегчает ему наказание в этом мире, улучшает его долю в будущем мире, и будет он причислен к праведникам. Понимаете, в таре сказано в ясной форме, что тебе за такие греха не проститься. В другом месте сказано, только сделай чуву, проститься. Проститься. Убийство прощается. Убийство. Только если есть чува. Настоящая чува. Что такое чува? Чува – это вот четыре этих составляющих, о которых мы сейчас говорили. И тогда простит ему творец его грех и забудет его преступление. Теперь снова говорит Тора языком людей. Точно так же и Рабейну Бахи обращается к нам, тоже языком, чтобы мы поняли на примере отношений между людьми. Только тут имеется в виду, что, знаете, в нашем представлении, как это происходит. Есть, значит, Бог. Что это такое, мы не понимаем. И он, значит, как судья сидит, и вот как в суде, как мы же говорим, что есть подобие, да. И есть кто-то прокурор, есть адвокат, да. И вот выносит нам приговор, нас один. И в конечном итоге окончательный приговор. И он, значит, там кто-то есть кто-то. И нас, значит, побивают или там посылают туда, делают туда. Ведь наше воображение понимает только то, что вот связано с этим миром. То, что знакомое. А в духовном мире это не так на самом деле. То есть когда тут сказано о том, что грех будет прощен, и будет из-за бытого преступления, имеется в виду совершенно другое. Имеется в виду, что грех порождает грех. То есть плохой поступок, то есть любой поступок порождает какую-то духовную субстанцию. То есть человек, в принципе, это столько времени, сколько он живет, целая фабрика, которая постоянно что-то производит, производит, производит. Всю свою жизнь мы производим что-то. То ли духовно положительное, то ли духовно отрицательное. То, что мы сотворили, это духовное, оно не исчезает, оно вне времени. В духовном нет прошлого, настоящего и будущего. Там есть только, назовем это, настоящее. Вне времени. Это реальность сама по себе существует. Человек согрешил. И он хочет себя очистить и делает чугу. Если это происходит, то в такой ситуации грех, который он сам породил, своими же усилиями, он его и стирает. Так вот. Ну, дальше будем это подробнее разбирать. Каким образом это конкретно происходит? Каким образом это самое стыд, сожаление о созданном поступке? Это приниженность, о которой мы говорили. То есть он себя принижает тем, что он просит прощения и так далее. Смирение, которое он проходит. Это те положительные субстанции духовные, которые могут влиять на эти отрицательные, которые как бы их нейтрализуют. Они галятся. Они как бы исчезают. До этого уродов этих духовных, которые мы породили, как бы творец кормит их энергетически. А вот если мы их исправляем, они их просто нету. И тогда, после 120 лет, мы освобожаемся от телесной оболочки. И вся наша жизнь будет представлена. Это, как мы говорили неоднократно, наша жизнь. После 20 лет мы вдруг придем в музей своей жизни. Всю жизнь думали о себе. И вот, наконец-то, мы посмотрели на всю свою жизнь. С момента рождения и до момента смерти все представлено нашей жизни. Этого проступка там нету. Что чува может сделать? Это сила чувы. Вот, что мы разобрали. Снова, если уже все время Рабейн Бахи обращался к образным примерам, снова только подведем итог этим образным примером. Когда мы видим, что жена страстно хочет от мужа изменение его поведения, это может наоборот, то давайте соберем теперь все это вместе. Чего она хочет? Первое, признайся, что я права, а ты не прав. Все. Что муж говорит? Да. Я не прав. Теперь, чего она еще хочет? Ты сожалеешь? Ой, я очень сожалею. Что дальше? Ну, что третье? Это, 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 ты, 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 ты прекращаешь это делать? Да, я прекращаю это делать. Ты не будешь меня обижать? Я не буду тебя больше обижать. Ты готов просить прощения? Я прошу тебя прощения. Ты можешь взять на себя обязательства, это больше не делать? Я беру на себя. После этого, ну, что еще тут есть? Что, его еще больше? Это все, это максимум. После того, как, если муж, представьте себе, он признает и осознает, и сожалеет об этом, и говорит об этом словами, и просит прощения, и берет на себя обязательства, больше этого не делать, что остается жене? Это идеал, ситуация, которая принять от всего сердца, и тогда что произойдет? Наоборот, оказывается, что ссора между мужем и женой, она оказалась от трамплина для того, чтобы, наоборот, создать еще более хорошее отношение, почему подобная вещь, она только еще больше приближает мужа и жену. А отсюда мы понимаем очень глубокую сторону чувы. Когда человек делает чуву, он, настоящую чуву, как тут написано, он поднимается на один уровень, чуть выше, чем он был до того. Слышите? Он не возвращается в то место, о котором... Мы все время говорим возвращение. Возвращение означает, я возвращаюсь в то место, которое... О, он верно, он вернулся с точки зрения технической, но с точки зрения своего душевного роста и развития, того, что Бог от него хочет, он поднялся выше. Он уже не там, он выше. Может быть, и об этом говорят наши мудрецы, о том, что там, где болеть чува стоят, даже праведники не могут стоять. То есть праведник и никогда не грешил, он не отдает возможность вдруг выйти из ситуации, вдруг подняться выше, чем, в принципе, он был до этого. Оказывается, боль чува, как только он делает чуву, это имеет такую колоссальную силу, что это приподнимает его на одну ступеньку выше, даже, чем это было до этого. Ну, на этой положительной ноте мы с вами завершим наше занятие. Всего доброго вам. Привет, Изрусулина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова